Табачные изделия Табачные изделия Табачные изделия Табачные изделия В Москве, когда я живу в Москве, я занимался такими вещами. Представьте себе, что я снимал какие-то уличные вещи и возил их в Останкино. Иногда продавал, зависело, конечно, от материала, от 100 до 400 долларов продавал. И это было, в общем, совсем неплохо. Где-то, я не знаю, я это делал нерегулярно, я не был профессионалом. Потому что в этой области это, скорее, был какой-то приработок. Но мне все эти вещи абсолютно понятны. Настолько понятны, что буквально кровь закипает в живот, когда я смотрел этот фильм. Смотрел этот фильм. Кстати, я пересмотрел старый фильм Бодрова с аналогичным названием. Вернее, название это другое, конечно, тот фильм. С Бодрова. Да. Он назывался действительно Стрингер, а этот называется Найткраулер. То есть что-то вроде ночного хищника. Помните, такие Найткраулеры были в Фоллауте. Такие были странные животные, что-то вроде радиоактивного волка. Вот они назывались Найткраулерс. Вот такой вот ночной волк, собственно говоря. Ну, я не знаю, там, волк или волк, тот шакал, может быть, черт его знает. Я поленился посмотреть, как точно переводится это словечко. Но, очевидно, оно вот это и означает, судя по всему. Ну, так вот, наш герой, как никто другой, попадает именно в эту категорию такого ночного животного, потому что он снимает по ночам, охотится по ночам за своими так называемыми жертвами. И запечатлевает, в общем-то, все самые чудесные вещи, которые происходят в городе. Я не стану делать спойлеры. Если кто-то из вас вдруг фильм не видел, то я очень рекомендую. Я не знаю, насколько он вам придется в кассу, что называется. Если вы не были никогда в этой профессии, то, может, вам это будет скучно даже. Понятия не имею. Хотя фильм, безусловно, по накалу очень редкий. Мне его давно рекомендовали. Кстати, я как-то мимо проходил все время. Я думал, ну, может, это как-нибудь в другой раз я его посмотрю. Странный эффект рекомендаций вообще-то на самом деле существует. Вот, типа, когда кто-то говорит, это очень хороший фильм, посмотри, обычно ты вовсе не бросаешься его смотреть. Знаю такой эффект, но черт его знает. И я такой вот, как и вы, наверное. То есть, если я сейчас буду говорить про этот фильм и рекомендовать, вы скажете, ну, хорошо, я когда-нибудь его посмотрю. Наверное, в общем-то, не настолько он хорош. Или я не знаю. Это как будто бы для меня вот такая рекомендация, что-то вроде я не знаю. Когда ты сам открываешь что-то для себя, это как будто ты кого-то лишаешь девственности. Это что-то очень интимное. Когда же тебе кто-то предлагает это то, это уже что-то такое, что лишает этот процесс той самой интимности и первооткрывательства. Пью я какую-то минеральную воду. Ну, купил я в русском магазине. Не очень хорошая, но и неплохая, скажем так. Так что почти ЗОЖ. Но возвращаясь к нашему ночному краулеру. Фильм хорош тем, что в нем есть та степень накала страстей, та энергия, динамика. Я не знаю, что. Какое-то такое абсолютно невыразимое словами. Что-то, что он заставляет тебя неотрывно смотреть на экран и сопереживать. Потому что актер... Ну, вообще, актер великолепно играет. Кстати, актер известный. Я не помню, как его фамилия. Говорят, он снимался в каких-то попсовых фильмах. Играл, видимо, каких-то героев-любовников, что ли. Не могу сейчас вспомнить. Он у меня ассоциируется, к счастью, только с этим фильмом, а с другими нет. Очень выразительное лицо. Очень характерный актер. Наконец, он достиг той кондиции в этом фильме, когда совершенно ясно, что вот он именно такой, какой должен быть. Это настоящий маньяк своего дела, который не упустит, конечно же, никакую возможность и перешагнет через любую голову. Нет, фильм по-настоящему держит, просто держит и не отпускает. Фильм из тех, которые я буду пересматривать много-много раз и, скорее всего, наслаждаться. Так же, как и первый раз, как я наслаждаюсь такими фильмами, как «Таксидрайвер» или «Полуночный ковбой». Я их смотрел очень много. Я думаю, что это из того ряда фильмов, которые вошли в вечность. Ну, для меня, по крайней мере, для вас не знаю. Вот. Что еще можно сказать о фильме? Ну, наверное, то, что этот актер очень похож на моего американского соседа. То есть у него такая довольно типичная англосаксонская морда. И на ней есть какое-то безумие. В глазах есть определенное безумие. И сразу видно, когда вы смотрите на этого актера, то видите, что он ни перед чем не остановится. Наверное, сделает все так, как сделал бы какой-то маньяк. Так, собственно, этот Найт Краулер, этот Стрингер, он такой, в общем-то, информационный маньяк. То есть это фильм про информационного маньяка, который не останавливается перед какими-то спорными вещами. Для него нет никакой профессиональной этики. Он с удовольствием снимает своего мертвого коллегу. Кстати, я могу сказать, что я бы сделал то же самое. Вообще, это такое, как бы это вам сказать, ману-ау по тому, как должен вести себя настоящий профессионал. Настоящий профессионал – это человек, который, конечно же, не испытывает никаких угрызений совести, никакой, так называемой, репортерской этики у него нет. Но её и нету на самом деле у репортеров, если честно. Если быть уж совершенно откровенным, это всё сказки про то, что какая-то репортерская этика есть. И когда, например, какого-то коллегу мочат, и все репортеры там снимают шапки, говорят, ой, он был такой хороший, мы все его так любили, такой чудесный был человек, как мы соболезны. Всё это, ребята, абсолютно хуйня и лицемерие. Конечно же, каждый из репортеров думает, о, слушайте, здорово, сдох ещё один конкурент. Да. И чем лучше этот был персонаж, чем более мастерски он снимал, тем, естественно, более радуются все коллеги по его занятию. Потому что устранился, в общем-то, специалист в этой области, и им может достаться тот кусок, который он обычно урывал. В чём заключается профессия репортера, такого вот уличного самостоятельного репортера? В том, чтобы раньше всех приехать к месту чего-то, какой-то бойни, катастрофы, то есть там, где пахнет кровью, пахнет жареным, и первым успеть со своей камерой, желательно, пока ещё не приехала никакая полиция, засунуть камеру прямо в рану, что называется, заснять последние хрипы умирающего. И это будет просто то, что нужно, тот самый подарок. Вообще, как бы, масс-медиа, коммуникации, они абсолютно бесчувственны, естественно. И, опять же, говорить о какой-то этике здесь, это просто чистая лицемерия, вы знаете сами, все криминальные передачи, которые идут по телевизору, они вот такие. Часто в них используются действительно реально сюжеты, снятые людьми, которые это делают самостоятельно, то есть это не какая-то телегруппа от телеканала, которая в штате находится, этого телеканала, это такие частники, которые на свой страх и риск первыми добегают, доезжают до тех самых мест, до какого-нибудь сбитого малазийского Боинга, буквально тычут свои камеры в трупы, вытаскивают какого-нибудь медведя, детскую дружку, мишку, позируют с ним, и так далее. Вот это и есть настоящий стрингер. Стрингер – это бесчувственный информационный робот, который снимает именно самое-самое-самое убойное, и выдаёт это естественное в эфир. Обычно стрингер, конечно же, ну что в фильме Бодрова, что в этом фильме стрингер, то есть эти персонажи, они настаивали на том, чтобы их фамилии были указаны в титрах, то есть у них были амбиции авторства. На самом деле такого, конечно, нету, то есть ни одного из тех стрингеров, которых я знал, лично московских, у них никаких амбиций авторства не было. Это чистые деньги и такое, ну, желание опередить. То есть это азарт. Вот это слово, которое определяет на самом деле всё. То есть даже не деньги, чёрт возьми, вообще ничего, кроме азарта, ничего нету. И этот фильм, вот этот вот «Найт Краулер», он именно заряжен по самому «Я не хочу этим азартом». И когда ты смотришь за этим, ты смотришь так, как будто бы кто-то выигрывает в казино какую-то невероятную сумму, или какой-то мошенник успешный, который обманывает всех. И вот-вот его схватят за руку, но он делает то, что невероятно, и он выигрывает. Вот это и есть настоящий азарт. Это и есть азарт борьбы за первенство. Это практически такой чёрный спорт. Опередить коллегу, прибежать, приехать быстрее всех, снять, засунуть объектив камеры прямо в глотку жертвы, извлечь из неё последний хрип и стон и выдать это всё в эфир. Ну, собственно, выдавать в эфир – это уже дело второе даже. То есть здесь самое важное. То есть выдавать в эфир – это как бы закреплять, да, закреплять то, что вот ты всё-таки всех опередил. И когда ты, разваляясь на диванчике, лежишь дома и, попивая пивко, смотришь на продукт своего успешного творчества, то, конечно, ну, всё окей. Да, ты чувствуешь огромное, огромный прилив эндорфинов, там, не знаю, просто кайф настоящий. Да, ты опередил, ты успел раньше всех. Так что смотрите фильм «Стрингер». Он действительно крутой по-настоящему. Ну, я не знаю. Более глубокий анализ этого явления как такового, наверное, мне не хотелось бы сделать, потому что это действительно… Ну, вот это вот фильм, отличающийся от всяких там боевиков и всякого прочего говна, именно тем, что он максимально реалистичен и видя такой, наблюдая такой фильм, ты понимаешь, что и в жизни бывает экшон. И ещё какой экшон, и похлечь там каких-нибудь сраных трансформеров или другого какого-нибудь Мэдмаксовского говна. То есть вот не надо ничего наворачивать, не надо никакие там невероятные декорации или 3D-модели наворачивать, да, и есть такие истории, есть такие сюжеты, которые могут просто тебя сводить с ума и держать неотрывно возле экрана. Вот так. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал. С вами был Олег Маврогов.